всем привет сегодня видеоролик называется перепланировка без нервов то есть что нужно знать перед своей первой планировкой когда вы взялись расставлять мебель двигать стены так вот что нужно учесть о чем нужно знать чтобы у вас все получилось хорошо удобно и впоследствии красиво я думаю что это будет полезно в первую очередь тем кто купил квартиры в новостройках ну и наверное тем кто делает ремонт во вторичке короче говоря такая полезная видео лекция поехали для того чтобы начать делать планировку или по крайней мере посмотреть на квартиру которую вы предполагаете купить я бы выделил семь правил 7 7 правил на которые стоит обратить внимание и сейчас по пунктам каждое из этих правил разберем правило номер один прежде чем приступать к планированию пространства той квартиры которую вы приобрели неважно какого она размера маленькая большая так вот первое о чем вам нужно озаботиться это о местах хранения друзья мои сегодня у современного человека так много вещей и их нужно где-то хранить это верхняя одежда это нательная одежда это постельное белье это запасы какого-то невероятного количества обуви это детские игрушки игры посуда кухонный инвентарь уборочный инвентарь в общем перечислять можно бесконечное количество времени в общем хлама в квартире очень много и нужно сделать так чтобы все эти вещи хранились в специально отведенных для них местах если вы этого не сделаете и не позаботитесь об этом вещи будут валяться создавать бардак и визуальный мусор визуальный шум который будет портить весь дизайн какой бы красивый он не был и так какие места хранения бывают пять типов хранения первое это хранение в прихожей для верхней одежды второе это хранение для нательной одежды трусы майки и пиджаки рубашки и штаны платья юбки и постельное какое-то даже белье 3 это постирочная какая бы большая или маленькая квартира у вас не была должна быть отдельная постирочная комната это в идеале если такой возможности нет рассмотрите кладовку если и кладовку нет возможности построить в вашем интерьере и предусмотреть в планировке то прячьте стиральную машину в шкаф но обязательно убирайте ее из ванной комнаты об этом еще впоследствии поговорим если нет возможности убрать стиральную машину из ванной и поставить ее в какой-нибудь там шкаф оля кладовка стройте шкаф прямо в ванной и прячьте ее там потому что постирочная это не только одна стиральная машина это корзина с грязным бельем это полки для химии порошки какие-то кондиционеры и прочее и прочее и прочее вот это все нужно где-то хранить четвертый тип хранения это кладовка кладовку как правило мы используем для хранения уборочного инвентаря подумайте сколько его у вас это пылесос это ведра это швабры всяческие разные и им нужно где-то жить в вашем интерьере если это не предусмотреть они просто будут валяться прятаться где-то за шторами согласитесь это совершенно некрасиво очень часто когда квартиры маленькие то мы пытаемся совместить и кладовую и постирочную в одно помещение стиральная машина тут же уборочный инвентарь очень удобное решение для чего еще нужна кладовая кладовая нужна для того чтобы хранить такие вещи которыми мы не пользуемся каждый день например чемоданы где вы будете хранить чемоданы куда-то надо их убирать где вы будете хранить санки детские игрушки запасы детской одежды удочки спортивный инвентарь и для этого отлично подходит кладовка и это тоже хранение которое нужно предусмотреть пятый тип хранения это хранение в ванной комнате да не удивляйтесь вы сейчас скажете о так у меня есть мой додыр с выдвигающимися ящиками там все помещается а теперь поставьте на паузу сходите в свою ванну и посмотрите сколько банок склянок и всякой прочей ерунды у вас валяется по всей ванной стоит на бортах ванной стоит на раковине стоит на зеркале просто на полу у кого-то валяется а теперь скажите мне это красиво нет это не красиво это так называемый визуальный шум который портит весь дизайн и какую бы красивую плитку вы не налепили на стены он весь теряется и портится тот самый дизайн просто из-за того что все эти разноцветные баночки и скляночки валяются где попало и портят весь внешний вид всю задумку я уже молчу про стиральную машину если вы умудрились ее оставить в ванной никуда не спрятать это просто техногенный агрегат который своим внешним видом портит вообще все а если туда добавить корзину с грязным бельем трусами носками уж простите за подробности но это все конец всему дизайну так вот друзья с хранением мы с вами разобрались пять типов хранения предусмотрите их и будет вам счастье вопрос а как его предусмотреть а сколько нужно место под это хранение сейчас немного об этом и поговорим начну с пункта номер один хранения для верхней одежды хранения в прихожей то лишь давайте сделаем так сходите в свою прихожую и посмотрите сколько у вас занимает шкаф предположим метр давайте напишем что это один метр вы посмотрели у себя в прихожей вот столько у вас занимает шкаф а теперь задайте себе вопрос а если у вас еще где-то в квартире места где висит верхняя одежда многие обнаружили что да есть у меня еще куртки висят например в соседней спальне там еще метр например и на все это дело вы посмотрите и подумайте а хватает ли вам этого расстояния или не хватает нужно еще может быть добавить если нужно то сколько кто-то скажет полметра кто-то метра но допустим возьмем 0 5 метра и вот такие вот нехитрым путем вы вычисляете какой длины вам нужен шкаф два с половиной метра у кого-то три у кого-то 4 у кого-то шесть метров может быть но кстати говоря есть аскеты кому и метра хватит были у меня такие заказчики короче говоря мы с вами опытным путем можем вычислить расстояние шкафа поняли нет теперь глубина глубина шкафа всегда 60 сантиметров 06 такими шкафы делают все производители так что если вам рассказывают что делаете шкаф 0708 метра там 0 9 метра но я считаю это абсолютно бессмысленно и бесполезно если мы делаем но шкаф глубиной 08 то получается мы теряем 20 сантиметров полезного места но все равно плечики все одинаковой ширины но будет ваша пальто висеть не вот так а вот так хотя скорее всего все равно рукава опустит короче говоря глубина под шкаф ну нужно 60 сантиметров зачем нам нужно знать все эти размеры затем когда мы проектируем квартиру мы можем вычислить какой ширины должна быть прихожая допустим наша прихожая полтора метра на три метра видите полтора на три и нам с вами нужно поставить шкаф мы знаем что у нас есть где-то вход мы знаем что глубина шкафа у нас 0 6 метра и мы знаем что его длина нам нужно два с половиной метра и вот мы понимаем что у нас прекрасно шкаф занимает всю длинную стену но при этом мы получаем шкаф длиной 3 метра а ширину помещения мы получаем 0 9 метра видите что происходит получается что вместо полутора метров которые мы думали у нас будет Прихожая мы получаем 0,9 метра, то есть это узкий вытянутый коридор, прям узкий. Поэтому, возможно, нужно эту стенку двигать дальше. Вот и вся хитрость, собственно говоря, при планировании помещения. То есть прежде чем выставлять перегородки, расставьте мебель. А прежде чем расставлять мебель, поймите, какого размера она должна быть. Сейчас мы говорим про хранение, и вот этот принцип распространяется на любое хранение. Для верхней одежды, для нательной одежды, то же самое в спальне, например. Там тоже шкаф, он тоже глубиной 60 сантиметров. Сейчас мы попробуем вычислить, какого размера должен быть шкаф в спальне. Ну, вообще, я считаю, что идеально это должен быть гардероб, или в прихожей тоже гардероб. Но мы сейчас про спальню. Итак, лично на моем опыте я понял, что мне нужен шкаф длиной 2 метра. Полметра с запасом. То есть полтора, но полметра это для запаса. 2 метра. Если мы взяли комнату, допустим, 4 на 4 метра. И, допустим, у нас с одной стороны стоит кровать. То с другой стороны нам нужно поставить шкаф, например. И мы понимаем, что этот шкаф может быть длиной 4 метра. Половина это моя, а вторая половина это половина жены. Она смотрит сейчас, сколько у нее места занимает одежда, в какие шкафы она влазит и понимает, что 2 метра ей хватает. Поэтому мы можем предусмотреть 2 шкафа по 2 метра. Вот мы вычислили размеры шкафов. Поэтому, друзья, когда вы занимаетесь планированием пространства, то есть перепланировкой, всегда смотрите на конфигурацию комнаты и что в нее влазит. Очень часто я вижу вот такие истории, когда комната немножко вытянутая, вот такая вот. Допустим, вход вот здесь с угла, а здесь окно. И это примерно 12, может быть 14 квадратных метров. Вы смотрите на квадратуру и думаете, все классно, у вас все поместится. Давайте посмотрим, так ли это. Получается, у нас встает кровать. Кровать у нас 1,8 на 2 метра. И вообще ширина кровати в среднем занимает где-то 3 метра. Если длина у нас 4 метра, то здесь остается всего лишь метр. И в этот метр нам нужно поставить шкаф. А теперь смотрите, у нас в самом углу дверь и до конца мы не можем шкаф продлить. То есть нам от шкафа до двери нужно по-любому метр оставлять. А это значит, если здесь 3 метра, то у нас шкаф остался 2 метра. И изначально, когда вам казалось, что в вашу спальню поместится абсолютно все хранение, то возможно это не так, потому что у нас в спальню поместилась только кровать и только шкаф на 2 метра. Получается это либо на одного меня, либо на мою жену. А куда второй шкаф девать? Вот это вообще вопрос. Тогда, когда вы занимаетесь планированием, и если есть у вас возможность увеличения пространства, возможно стоит сюда комнату увеличивать в эту сторону. И для того, чтобы сюда поставить еще один шкаф. Один шкаф, второй шкаф. Получается как бы один напротив второго. Сколько места нужно под эту историю? Давайте посмотрим. Каждый шкаф 0,6 глубиной. Остается вычислить размер между этими шкафами. В принципе, комфортное расстояние это 1 метр. Это такое минимальное расстояние. Но по последним моим наблюдениям оказывается, что вполне себе комфортно 0,8. То есть 80 сантиметров вот здесь. 0,8. Но я все-таки считаю, что это совсем уже критическое расстояние. Лучше оставлять 1 метр. 1,20 это хорошо. 1,5 вообще шикарно. Ну а если это у вас 2 метра, то это уж целая комната гардеробная. Но пойдем по минимальному расстоянию. Давайте допустим метр возьмем. 1 метр плюс 0,6 плюс 0,6 получается 2,2 метра. То есть под гардеробную нам нужно от 2 метров до 2,2 метра. Понимаете? То есть вот мы вычислили. Ширина гардероба 2 метра. Далее там, где стоит кровать, минимальное расстояние нам нужно 3 метра. От края тумбочки до края тумбочки. Соответственно мы понимаем, что 3 метра и 2 это 5 метров. Ну и здесь соответственно у нас должно быть ну хотя бы 3 метра, чтобы от края кровати до края стены хотя бы метр остался. 2 метра и метр это 3 метра. Вот и получается, что размер нашей спальни должен быть равен 3 метрам с одной стороны и по длиной 5 метрам как минимум. А лучше 5,2-5,5 метра. Это минимальное расстояние 3,5 метра. Мы понимаем, что здесь остается очень маленькое расстояние и здесь. И мы ходим буквально в притирочку. Но это минимально возможное расстояние. Это я вам рассказал, как нужно учитывать расстановку мебель вместе с хранением. Понимаете, да? Давайте другое хранение рассмотрим. Стиральная машина. Стиральная машина полноценная всегда размером 60 на 60 сантиметров. То есть 0,6 на 0,6. Если мы ее ставим в кладовую или в отдельную комнату, то здесь вопросов не возникает, потому что комната может быть достаточно большой, широкой. И не нужно учитывать никакие расстояния под эту машину. Но когда мы ее встраиваем в шкаф, например, то нам нужно заложить вот этот размер под стиралку шире, чем 60 сантиметров, для того, чтобы сюда поставить, например, корзину для грязного белья, место под уборочный инвентарь оставить. То есть вот это место, хотя бы 1 метр, нам надо предусмотреть. Вот это вот такое вот расстояние. Глубина под стиральную машину всегда делается глубже. Минимум 0,7, то есть 70 сантиметров. Это с учетом того, что у нее есть выпуклый барабан спереди и сзади подключение. То есть мы никогда 0,6 не делаем. Всегда с запасом минимум 0,7, а еще лучше 0,75. То есть 75 сантиметров. Дальше следующее хранение это кладовая. Если у вас есть и случилось такое счастье, у вас есть возможность сделать отдельную кладовую, то здесь размер не имеет значения. Чем больше, тем лучше, чтобы туда влез тот инвентарь, про который я говорил. Кто-то охотник, ему нужно вот все вот это дело хозяйства хранить. Кто-то походник, кто-то рыбак, кто-то спортсмен. Вот эти все вещи лучше хранить отдельно. А еще и вентиляцию предусмотреть, чтобы, например, мокрая одежда после спорта, она там спокойно сушилась, проветривалась. И вот этой влаги было куда деваться. То есть это вытяжка. Следующее хранение, хранение в ванной. Мы очень часто применяем такой прием. Зашиваем полностью стену, но мы ее не закрываем кафельной плиткой, а мы закрываем мебельными фасадами. Нижние мебельные фасады у нас стационарные. Они приклеиваются к стене вместо плитки, как я уже сказал, а верхние открываются. Это позволяет предусмотреть очень объемное место для хранения всех этих многочисленных баночек, скляночек, фенов, плоек. И даже запасы туалетной бумаги поместятся. Глубина такого шкафа достаточно предусмотреть 20 сантиметров. Все баночки влезут, я вас уверяю. И как показывает опыт, все туда и влазит. И вуаля, у вас чистота, красота и все свободно. Зачем я вам рассказываю про хранение и зачем это нужно вообще? Это нужно для того, чтобы, во-первых, у вас все влезло. И это самая кропотливая работа. Предусмотреть, где все будет храниться. Вот все, 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 абсолютно все, что у вас есть в квартире. Давайте еще раз перечислим. Это верхняя одежда, это нательная одежда, это постельное белье, это уборочный инвентарь, это постирочный и все, что с этим связано. Это какой-то спортивный или туристический инвентарь, который тоже нужно где-то хранить. Чемоданы, детские игрушки и все, 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 что сейчас в вашем доме, этого очень и очень много. Вот поэтому я выделяю 5 типов хранения. И каждый тип хранения должен появиться в вашей квартире. Я уже молчу о кладовой рядом с кухней. Но это совсем уже фантастически. Было бы полагать на то, что в какой-то небольшой квартире можно разместить такую кладовую. Но если вы проектируете дом, то это должно быть обязательно. Это очень удобно, это мега удобно. Даже иногда делают вторые небольшие кухни, так называемые грязные вспомогательные кухни, куда можно посуду уносить грязную и там оставлять. Представляете, гости пришли, а у вас все там осталось и ничего прибирать не надо. Ваша чистовая кухня всегда красива и прекрасна. Вот, ну да бог с ним, оставим это шестой пункт, как бы за скобочками. Хотя можно и в квартирах такие кладовые предусматривать. Было бы желание и размер квартиры позволял. Но не забывайте про 5 типов, которые я вам рассказал. И это первое, что нужно учитывать, когда вы занимаетесь планировкой. Я вижу, что застройщик делает такие кухни, на которых готовить невозможно. Они настолько малы и они настолько нелепо поставлены, что просто ни в какие ворота, как говорится. Во-первых, вы наверняка все слышали про так называемый золотой треугольник, который включает в себя холодильник, мойку и варочную поверхность. Субтитры сделал DimaTorzok